Девушки отдыхают Дорогие друзья, здравствуйте! У нас сегодня книга Иисуса Новина и тема, которую в заглавии мы назвали таким образом. Как перехитрить время? Это не вопрос. Это как бы такой совет и одновременно предостережение. Сразу скажу, что предостережение о том, что время перехитрить невозможно. И всякая попытка проэкспериментировать со временем или с пространством, или с другими явлениями, вещами и силами, которые содержат мир, как скелет, как позвоночник. Всякая такая попытка обречена на неудачу. Ничем хорошим она кончиться не может. Книга чисел начинается с описания того, как израильский народ, выведенный из рабства, из Египта, в котором он за 400 лет пребывания там сформировался как нация, как большая могучая общность людей, выведенный из рабства и проведенный чудесным образом под предводительством Моисея через Синайскую пустыню, входит, повинуясь призванию свыше, тому вдохновению, которое наполняло сердце и ум Моисея, повинуясь призванию свыше, входит в землю, обещанную этому народу Богом. Землю обещанную, то есть обетованную. Земля обетованная – это та территория, та часть земли, которая сейчас поделена между несколькими государствами. Государством Израиль, отчасти Ливан. Задуманное Богом пространство для этого народа было шире, простиралось от Тигра и Ефрата до Синайского полуострова. Но Израиль сначала обосновывается на небольшой территории. И вот начало освоения этой новой для людей земли, а на самом деле не совсем новой, потому что предки израильского народа – Авраам, Исаак, Иаков – они уже там жили, имели большие семьи, обосновались довольно прочно. А потом перипетии, исторические судьбы сделали потомков патриархов израильского народа – Авраама, Исаака и Иакова – пришельцами в земле египетской и, в конце концов, рабами. И вот снова, выйдя на свободу, они были призваны к тому, чтобы вернуть себе ту землю патриархов, землю предков, которая когда-то была обещана Аврааму. Обещание Божие непреложно, оно должно осуществиться. И вот после Моисея следующий вождь, предводитель израильтян, Иисус Новин, мужественной рукой, увещевая быть смелыми, собранными, нравственно чистыми, послушными закону и воле Божией, увещевая быть такими вот людьми, своих людей, свой народ, Иисус Новин вводит израильтян в землю, которая поделена между множеством царей, разделена на множество государств. И одно за одним это государство должно или согласиться с пришествием неизвестного, нового, могучего народа, буквально вторгшегося в эти пределы с юго-востока и с востока, или должно принять, потесниться, уступить место, согласиться с новыми ценностями, что всегда необыкновенно тяжело, мучительно тяжело, это как бы расстаться с самой жизнью, с привычным ее укладом, или вступить в борьбу. Царство, которое существует на этой территории, вступает в борьбу, и одно за одним падает. Сначала пал город Иерихон, Иерихонское царство. Если взглянуть на карту, то можно сразу понять, что Иерихон находится на скрещении дорог, путей, и занимает исключительно важное стратегическое положение на этой земле. Покоряется он Израилю, падает, побежден, разрушен, благодаря непосредственному, чудесному, сверхъестественному вмешательству Божию. Бог воюет за Израиля и вместе с ним. Так об этом нам сообщает Священное Писание. Шесть раз обходил Израиль стены неприступные Иерихона. Все мужи, которые были способны к войне, трубили в трубы, а когда обошлись шестой раз, вострубили громко и воскликнули, как один человек. И стена Иерихонская во многих местах была разрушена. Израильтяне ринулись внутрь и должны были, исполняя волю Божию, переданную им через, возвещенную через Иисуса Новина, предать заклятию все, что в городе. Не польститься ни на какое богатство. Не взять себе ничего из того, что принадлежало горожанам, людям, которые жили в этом древнейшем городе планеты. После его разрушения Иисус Новин даже произнес такие слова, что тот, кто восстановит Иерихон, проклят будет. То есть на нем почиет грозное слово Божие, и он никогда не будет успешен в своих дальнейших путях и начинаниях. Почему такая, казалось бы, жестокость? Ну, нужно увидеть все это в широком историческом контексте. Сопоставляя эту историческую ситуацию с другими, мы можем увидеть, что если какой-то кочевой народ, кочевое племя, собранное, жестокое, наступательное, овладевало землей народа оседлого, например, земледельцев, и постепенно, оседая на этой земле, вступало в брак с жителями, молодые люди вступали в брак с дочерьми народа оседлого. Проходит где-то, ну, 150 от силы 200 лет, и от того кочевого народа практически остается только память. Он как будто растворился в том водоеме неподвижной воды, в которую влился этот поначалу грозный и бурный горный или степной поток. Почему так происходит? Потому что оседлая культура, она, как правило, традиционней, она сильнее, она способна к лучшей ассимиляции того, что проникает в нее извне. Но Израиль во всей этой истории исполнял особую роль. Он был бичом и наказанием для множества народов, проживавших на земле. Обетованной, религия, духовная жизнь, образ жизни которых был нестерпим для Бога. Священный блуд, жертвоприношение детей, сжигание целых семей, неистовые культовые пляски с членовредительством. Все это представляло для нормального, здорового человека такой ужас и безобразие, и никакое вразумление, и никакие природные катаклизмы, и ничего не могло вразумить этих людей и заставить их отказаться от своего ужасного, безобразного образа жизни. Израиль выполняет роль бича, кнута, метлы, раскаленных клещей, которые должны были вырвать с корнем, именно с корнем, чтобы новых ростков не было, эту нечестивую, грешную, безобразную в очах Божьих жизнь. Отсюда кажущаяся жестокость. Понятно, что времена древние, нравственные нормы и принципы изнеженных людей современности никак не применимы к тому менталитету, к психологии, которые были свойственны людям тех древних эпох. И когда мы читаем, мы должны понимать, что во все времена у Бога не остается подчас иного способа искоренить зло, как только освободить одну землю для того, чтобы люди не безупречные никогда и тоже грешные, но водворили на ней нравственно более устойчивые нормы жизни. Мы сейчас наблюдаем подобное с Европой. Наблюдаем это во всем мире. Когда человек отказывается от правил и принципов человеческой жизни, когда перестает рожать себе подобных, когда предается порокам во все исторические времена нестерпимым для Бога, то земля постепенно замещается новым народом, для которых традиционные так называемые ценности являются приоритетными. Примеров приводить не буду, они у нас у всех перед глазами и сейчас в нашей памяти. Итак, падает Иерихон, за ним следующий город и царство Гай, и, наконец, вплотную подступают израильтяне Гаваону. Евеи, наследники хама одного из сыновей Ноя, Гаваон имеют столицей, и их небольшому царству-государству принадлежит еще Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Вот это небольшое царство трепещет перед наступающими войсками, полками Израиля, перед этим народом, весть о его покорениях и заевоеваниях, естественно, как ветер перед грозой бежит впереди Израиля. Мы читаем в 9 главе книги Иисуса Новина, как составляется противоизраильская военная коалиция, все цари амарийские, которые за Иорданом на горе и на равнении по всему берегу Великого моря, имеется в виду Средиземное, и которые близ Ливана, а именно Хитеи, Амареи, Гергесеи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли и запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на своих ослов, на свой караван, на свое посольство, и ветки изорванные заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый, и даже раскрошенный, совершенно малопригодный для пищи. они пришли к Иисусу, в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам, из весьма далекой страны мы пришли сюда, и так заключите с нами союз. Израильтяне некоторое время посомневались, спрашивали, а может быть вы близко живете от нас, кто вас знает, но, как повествует нам книга Иисуса Новина, доверились своему человеческому рассуждению, не вопросили Бога, посмотрели только на заплесневелый раскрошенный старый сухой как корка хлеб и сказали ну что ж, да, пожалуй, пришли вы видимо по всему это видно, вот внешние признаки времени проведенного в пути и далекого большого преодоленного вами пространства заключим с вами договор, что мы вас оставляем в живых и не покушаемся на ваше лежащее где-то, где-то далеко-далеко государство. сказали, заключили договор и доверились словам, которые произносили Евеи с тем, чтобы убедить израильтян оставить их в живых и закончить дело миром. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот, он сделался сухой и заплесневелый и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, посмотрите, и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Заключив мирный договор с Евеями, израильтяне вскоре обнаруживают, что они находятся в нескольких километрах от них. Вообще, Святая Земля, она небольшая, и к ней наши понятия о расстояниях неприменимы. может быть, день пути. И вот, пожалуйста, Гаваон и Ариф-Киарим, и Кириаф-Иарим, и Кефира, и Бееров, вот все эти города перед ними. И тогда разгневался весь народ, на старейшин, на начальников говорили, что же вы, как же вы могли так опрометчиво поступить, вот теперь у нас это будет как кость в горле, мы не сможем покорить этот народ. Он будет отравлять наше существование со всеми своими обычаями, со всеми своими нечестивыми культами. Старейшины оправдывались, Иисус Новин даже отчасти и вину принял на себя, говоря, но теперь мы не можем нарушить этот договор, потому что мы дали клятву, и как бы не наказал нас наш Бог, наш Господь за клятво преступления. Но вот, что мы сделаем, призвав этих людей, Иисус Новин очень грозно говорил с ними, он говорил, прокляты вы, без конца вы будете рабами за то, что вы нас обманули. Для чего вы сказали, мы весьма далеко от вас, и вы будете теперь рабами будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего, для Израиля и для той веры того истинного служения, которым был проникнут, который исповедовал Израиль. В ответ смиренно сказали Евеи, Гаваониты, мы в руке твоей, что будет тебе угодно, то и делай с нами. И вот с того дня они стали рабами в Израиле, то есть исполняли все те самые элементарные, самые простые работы, обеспечивали повседневные нужды народа, но жизнь их была сохранена. За что боролись? К тому и пришли. Что они хотели? Ну, очевидно, Евеи, жители Гаваона, время и пространство решили сжать, спрессовать, вместить в один какой-то, в два-три может быть признака, сделать из них некий символ, втиснуть их в обозримую и именно ощутимую форму, которую можно потрогать, на нее можно взглянуть, даже понюхать, ощутить запад плесени. Но мы знаем с вами, что время невидимо, как невидимо мысль, как невидимо чувство и мысли, и чувства, и время, и понятия о пространстве. Все это обладает видимыми признаками. И только из вредности можно отрицать реальность. Что такое пространство? Взглянуть так непредвязанным гладом, это последовательность выстроенных великих и малых предметов в их протяженности. Пространство это что? Это сменяемые лесами поля, поля, горами, дороги, деревни, заводы, города, водоемы, реки, океаны. Вот это все выстроено в пространстве. Можно его отменить? Можно. Например, позвонить по телефону, а лучше по видеотелефону, в Австралию. И вот уже никакого пространства нет. Мы общаемся и видим друг друга. Раз нет пространства, тогда не нужно отменено и время. Потому что время, оно самым непосредственным образом связано с пространством. Нету время, нет необходимости его преодоления и все тогда. Тогда жизнь стремительно сокращается, возвращается в одну точку. Сколько сейчас таких молодых людей, которые рвутся туда, сюда, пятое, десятое и вдруг как соску младенцу подключил их к интернету им уже ничего не надо. Они собрались в один какой-то комок и не дай бог этот комок пошевелить. Они уже в этом, внутри этого своего маленького мерка живут и куда ни протяни руку, они еще радуются как достижение этому, не подозревая, в какую страшную ловушку, в какую мышеловку, в какой капкан они попали, радуются тому, что теперь все у них под рукой. Все страны, все времена, все культуры, все знания. Стоит только щелкнуть, крикнуть мышкой. И вот у нас перед нами, перед глазами все это. Но время живет в пространстве. 60 километров в час, какие знакомые нам понятные слова. А телепортация, телепортация, то есть передвижение телесное в пространстве, это уже не фантастика. Над этим эксперименты более-менее успешные уже совершаются, как и замена обветшавших органов тела на новые. А время-то, время живет в вещах и только вместе с ними. Как душа живет в теле, а тело может жить только в душе. И только их постепенное на положенной скорости заданной создателем развитие, только их постепенно развивающийся союз души и тело является возможностью полноценной жизни. Гаваониты, евеи сделали попытку отделить время и пространство от самих вещей, выставить подмену. Вот, пожалуйста, плесневый хлеб. Это что такое? Светительство преодоленного пространства и прошедшего долгого времени. Попытались сэкономить, а время и пространство отменить, перепрыгнуть через них. Мы это видим, понимаем, никак нельзя. Можно бесконечно омолаживать себя стволовыми клетками, чтобы затормозить естественное старение и переход в иную жизнь. И на это существует, мы с жизнью не прощаемся, только надо в это верить, надо чистым сердцем это видеть. Или детей, например, мы пытаемся как-то сразу подключить ко взрослой жизни. Помню недавно, несколько лет назад ко мне, ну это фактически недавно, исторически это как вчера, пришли ко мне люди, которые предъявили свои достижения, регалии, разные дипломы, представились, один из них был даже доктором наук, и сказали, что у них совершенно революционная, потрясающая методика, благодаря которой человек, маленький человек, уже в начале третьего года своей жизни, прекрасно считает, а к концу третьего замечательно читает, я слушаю, их только задал вопрос, он понимает, что он читает, как священное писание говорит, понимаешь ли, что чтешь? Они говорят, конечно понимают, на своем уровне, какой же этот уровень? В упор не виден, невозможно, невозможно ускорить, невозможно лишить человека естественного развития, это скажется на самом развитии и на его результатах, или вот эта несчастная девочка, которой сейчас рассказали нам все средства массовой информации, восьмилетняя, которая не поступила на бюджет, на психологический факультет Московского государственного университета, ректор Садовничий сказал, пусть поступает, если сдаст экзамены, и во время интервью выясняется, что она не читала ни преступления, ни наказания Достоевского, ни войну Эмир Толстого, спрашивается, почему? Папа говорит, что это рано еще, хорошо, а психологический факультет? Это же психология, слова о психее, о жизни, это ведение души, но если человек не познакомился с такими фундаментальными литературными произведениями, которые описывают именно жизнь души, причем в таких ее катаклизмах и коллизиях, и не узнав это, да, ребята не понимают это и в девятом, и десятом, и в одиннадцатом классе, но что-то на своем уровне они понимают уже такое важное, и в любом случае намного больше понимают, чем восьмилетний ребенок, который просто, ну как говорится, по-простому говоря, жизни не видел, и не имеет такого опыта, чтобы во всем этом разбираться. Мировая литература зафиксировала подобные попытки разлучить содержание и форму душу и тело, вещь и мысль, энергию божественную, которая ее одушевляет, потому что мы верим, мы исповедуем, глубочайший мыслитель всех времен и народов, преподобный Максим Исповедник учил нас о том, что энергия божественная, божья благодать, божьи логосы, они так или иначе присутствуют во всем, в дереве, в траве, в камне, конечно, в животном, которое бежит, и прежде всего наполняют и одушевляют смыслом жизнь человека. Портрет Гоголя рассказывает нам о жизни человека, который наводил на всех окружающих ужас ростовщика азиатца. Если он давал кому-то ссуду, одалживал кого-то деньгами, то благодаря его каким-то удивительным подсчетам одолженное обрастало такими процентами, что человек становился вечным его должником, но беда была не только в этом, а в том, что какой-то страшный рок, как будто проклятие ложилось на человека, взявшего у этого источника, у этого человека, похожего на самого сатану, горящий взгляд, бронзовое, какое-то обугленное лицо, свирепые повадки, дом, окруженный высочайшим забором, все говорило о том, что в этом человеке какая-то разрушительная, страшная, бедственная, несущая беду сила. И вот один художник, он в конце концов берется, думает, ему нужно было нарисовать, он был благочестив, он писал иконы для храмов, расписывал стены, ему был заказан однажды, может быть, стена или икона, большое произведение искусства, в котором по необходимости нужно было изобразить ад, наказуемый, караемый грех, и, может быть, самого родоначальника демонов, или того, кто увлек за собой часть ангелов, и окружил себя бесовским полчищем, самого сатану, и ему мысль такая пришла, ну, если исковое писать или какой-то образ использовать, то именно вот этого страшного человека, которого иногда встречаешь на окраине Петербурга, в районе, который носил название Коломна, и он подумал только об этом, как сам ростовщик приходит к нему и умоляет его нарисовать его портрет, он приходит к нему домой, в дом, начинает писать картину, прежде всего занялся он отделку и глаз, читаем мы в повести Николая Васильевича Гоголя портрет, в этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя было помыслить, передать их точно, однако же, во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней черты и оттенка, постигнуть их тайну, но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь, наконец, уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую, на другой, на третий день это было еще сильнее, ему сделалось страшно, он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него, надо было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик, он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существования в мире, что уже он тронул своей ютистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественную силою удержится в портрете, что он через сто не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов, они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты. Что было дальше, вспомнит или узнает заинтересовавшийся слушатель, который может стать читателем этой замечательной и глубокой по содержанию повести. портрет Дориана Грея Оскара Уальда с необыкновенно красивого молодого человека рисует портрет и взглянув на него Дориан говорит как было бы хорошо, чтобы время впитывалось вот в эту вещь, в этот портрет. Пусть он стареет. слышал он еще, что и и добродетели, и пороки людей отражаются на их внешности или ее облагораживают, делают ее светоносной, как мы видим это в лицах людей одухотворенных или старцев, убеленных сединами, в глазах людей, которые светятся любовью. Посмотри на человека, который склонился на своим ребенком или внуком, и ты увидишь, как свет потоком исходит из его глаз. Но и пороки людей оставляют свои шрамы, свои страшные следы, и прежде всего на лице и в глазах. И в этом полуфантастическом, полуреалистическом романе Оскару Альда слово, сказанное Дерианом Греем, сбывается. Идет время, он остается все таким же свежим, все таким же красивым, прекрасным молодым человеком, прекрасным внешне. А портрет, который занавешен занавеской, стареет. Время от времени он отдергивает эту занавеску и видит то злая усмешка после самоубийства возлюбленной Дериана Грея, то другие какие-то его грехи, которые автор не уточняет, подчеркивая, что человек с воображением, читая его роман, как бы вписывает недописанное, недосказанное в сам текст и свои возможные пороки и грехи транслирует, передает этой идее, впитывающей как губка пороки и грехи человека вещи. В конце концов, роман заканчивается тем, что Дериан Грей, почти уже обезумевший от своей неправедной, порочной, страшной, грешной жизни, считая, что виновата во всем это произведение искусства решает его убить, погубить. Вонзает нож в портрет, вонзает нож в единство, которое не обманешь, единство души и тела. Портрет становится прекрасным, а безобразный старик, которому на то время было всего 38 лет, обезображенный собственной и разгульной жизнью, падает окровавленный и мертвой у этого портрета. Гаваниты думали перехитрить не Израиль, не Иисуса Навина. Они не подозревали о том, что они покушаются на созданный Богом порядок вещей, на созданный Богом мир. Эксперимент не удался. В конце концов, понадеявшись на свою изобретательность, на свою накажущуюся убедительность предъявленных вместо времени и пространства вещей, они были наказаны, пленены, понадеялись на материю, что она их защитит, на вещи, которые будут говорить вместо них и скрывать их хитрость. А в результате стали рабами той самой материи, на которую так понадеялись. Были приговорены к тому, прикованы к дровам и воде, приговорены к тому, чтобы быть вечными рабами материального мира. Спасибо. Спасибо. Спасибо.